Наши есть фашисты с головы до ног. Они могут быть более либеральными, менее либеральными, но фашистские идеи у них. Но что я считаю чудесно, это что вот этот вот иезуитский миф гибнет. Хорошо сказано, правда? А современной России лучше и не скажешь. Парадокс в том, что это слова, сказанные без малого почти 70 лет назад известным советским физиком Львом Ландау. Сегодняшний российский фюрер еще пешком под стол ходил, а будущее России было уже предсказано и вытекало оно из советского настоящего, которое было таким же сумрачным, как и сегодняшняя российская. Правда, этот иезуитский лицемерный и лукавый миф гибнет только сейчас. Миф о русском мире, смертный приговор которому московский фюрер подписал собственными руками. Духовные скрепы, московское православие, патриархальные ценности, Москва, Третий Рим, Победобесия и прочая лабуда за пределами Российской Федерации всем на подобное глубоко наплевать. Если бы вся эта ересь не выпирала за границы России, да и шут с ней, мало ли кто в какую дичь верит. Но ведь русские с упертостью зомби лезут со своим уставом в чужой монастырь. Они считают, что знают лучше, как нужно жить их соседям, да и вообще всему миру, который так враждебен загадочной русской душе. А все потому, что живет не по-русски. Знаете, почему они так любят прошлое, особенно День Победы? Вот не поверите, на самом деле почти за 80 лет после окончания Второй мировой они так и не научились жить в новом, развивающемся мире. И поэтому их тянет назад, туда, где все было просто, туда, где они воевали с себе подобными, такими же нацистами, как и они сами. Да, нацисты – это духовные братья русских. Раньше кто-то мог бы с этим поспорить, но сегодня сомнения, по-моему, нет уже ни у кого. Ведь если кто-то думает как нацист, говорит как нацист, действует как нацист и выглядит как нацист, то он нацистом и является. Вы знаете, что вот это вот утверждение россияне совсем не понимают. В этой логической цепочке они могут осознать только последнее – внешнее проявление. Причем, будучи существами недоверчивыми, они с легкостью навешивают ярлыки на все подозрительное, не понимая, что дело совсем не в маскараде, а в том, что за этим маскарадом скрывается. Простой пример – факельные шествия. Благодаря советским пропагандистским фильмам про нацистскую Германию в головы россиян вбито намертво. Массовая демонстрация с факелами – это стопроцентный признак нацизма. Поэтому официально разрешенные в Украине факельные шествия в честь Степана Андреевича Бандеры, по мнению россиян, определенно говорят о наличии нацистской идеологии в украинском государстве. Логика, конечно, «железобетонная», в кавычках, которая чрезвычайно легко разбивается. Смотрите. Открываем словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, под редакцией Флорентия Павленкова, издание 1907 года. Это важно. Гитлер в то время был еще юным венским художником. Страница 582. Читаем. «Факельцук» – торжественное шествие с факелами в честь какого-нибудь уважаемого лица, обычай, сохранившийся в некоторых государствах Западной Европы. То есть факельные шествия – это западноевропейский обычай, идущий, по-видимому, еще с языческих времен. Но это еще не все. В Советском Союзе тоже проводились факельные шествия, например, в честь Дня Победы. А многие, видимо, и не знали, правда? Эта традиция продолжается и в наши дни. Например, в Крыму, на горе Митридат в Керчи. Россия, оккупировавшая полуостров, эту традицию не отменяет. Так и вижу сейчас, что в эту самую секунду где-то какой-то российский ура-патриот и типа антифашист поймал жесткий когнитивный диссонанс. И так за что не возьмись. А деды на палках? Недавняя российская традиция – бессмертный полк. Этот маскарад победобесия разве не выглядит как аналог факельного шествия? В том-то и дело, нужно понимать, что за нацизмом стоит не маскарад, а прежде всего соответствующая идеология. И если в России никто не называет постулаты так называемого русского мира нацизмом, то это не значит, что он таковым не является. Напомню россиянам, радующимся войне в Украине и считающим ее справедливой борьбой с нацизмом. То, что тот, кто ее развязал, президент России, является сторонником и последователем Ивана Ильина – русского фашиста, введенного в моду российским государством с легкой руки российской политической элиты. Да-да-да, тот самый Иван Ильин – русский философ, писатель и публицист первой половины 20 века, которого цитируют и Путин, и Медведев, и Лавров, и ряд российских губернаторов, и лидеры единороссов, и Сурков с Володиным, и даже патриарх Кирилл. А между тем, Иван Ильин никогда не скрывал своих фашистских взглядов. В 1937 году Ильин заявлял. Итальянский фашизм, выдвигая идеи солдата и сакрифичио, как основные гражданственные идеи, выговорил по-своему, по-римски, то, чем из кони стояла и строилась Русь, идею Мономаха и Сергея Радонежского, идею русского миссионерства и русской колонизации, идею Минина и Пожарского, идею закрепощения сословий, идею Петра Великого и Суворова, идею русской армии и белого движения. И вот еще заявление. Фашизм не дает нам новой идеи, но лишь новые попытки по-своему осуществить эту христианскую, русскую национальную идею применительно к своим условиям. И даже после войны в 1948 году Ильин в статье о фашизме пишет «Фашизм есть явление сложное, многостороннее и, исторически говоря, далеко еще не изжитое. В нем есть здоровое и больное, старое и новое, государственно-охранительное и разрушительное. Поэтому в оценке его нужны спокойствие и справедливость». Ильин перечисляет ошибки, которые допустили Гитлер и Муссолини и заканчивает предостережением для своих будущих последователей, прямо будто бы обращаясь к Путину. Ну так, наверное, Владимир Владимирович и считает. Франко и Салазар поняли это и стараются избежать указанных ошибок. Они не называют своего режима фашистским. Будем надеяться, что и русские патриоты продумают ошибки фашизма и национал-социализма до конца и не повторят их. Ну что же, именно эта статья вошла в сборник «Наши задачи», цитата из которого и берет Путин. Ай-яй-яй-яй-яй, как неудобно получается. Путин, оказывается, строит фашистский режим, но по совету своего духовного наставника-фашиста Ильина просто не называет свой режим фашистским. Но только меняется ли от этого суть? Итальянский писатель Умберто Эко еще в 1995 году составил список из 14 признаков вечного фашизма. Каждый может прогнать свою страну через этот список, чтобы понять, погрузилась ли она в темное время. Если в обществе наблюдается 6-7 признаков из этого списка, то оно близко к наступлению фашизма. Дальше все покатится, как снежный ком. В России же сегодня мы видим уже все эти признаки, все 14, что говорит о полном наступлении фашизма в Российской Федерации. Я знаю, что многим не верится. Это называется отрицание реальности, психологический механизм защиты при принятии неизбежных перемен. Так вот, фашизм в России уже наступил. Да-да-да, я уже делал видео о признаках фашизма в России, поэтому не буду их здесь перечислять, а просто оставлю ссылку на видео в описании. Посмотрите и сравните с современной Россией. Стоит заметить, что нацистско-фашистская идеология в России уже вылезла наружу и в область маскарада. Все эти нацистские буквы Z и V, используемые эсэсовскими подразделениями со Второй мировой, а сегодня в открытую используемые русскими, не оставляют никаких сомнений в наследовании Москвой итальянского фашизма и немецкого национал-социализма. А о чем говорит поддержка Кремлем ультраправых движений по всему миру? А что значат антисемитские высказывания министра иностранных дел России Лаврова? А красные повязки на участниках репетиции парада в России никого не смущают? Вот, посмотрите. Это не фейк, ребята. Русские уже даже не считают необходимым прятаться и скрываться. Открытые проявления нацистско-фашистского маскарада. Но фашисты все равно украинцы. Смотрите, не перепутайте. Старики, женщины, дети, мирное украинское население, деноцифицируемое русским миром с помощью ракет и 500-килограммовых авиационных бомб. На самом деле что-то эта война у Кремля не задалась. Не только с военной точки зрения, это понятно, а и с пропагандистской и с эстетической. Спустя две недели с начала так называемой спецоперации в РФ провели опрос, понимают ли россияне путинский термин деноцификация. Оказалось, что не просто теряются в догадках, что это, но даже слово это не могут выговорить правильно. Про нацистские буквы Z и V непонятно, это случайное или преднамеренное цитирование эсэсовских символов. Мне все же кажется, что преднамеренное. Примечательная история с пожилой женщиной и красным флагом. Бабушка с флагом СССР стала для российской пропаганды живым символом якобы пророссийской Украины. Ее изображают в России на муралах, говорят о ней в новостях, памятник ей даже установили в разрушенном россиянами Мариуполе. По версии пропаганды России, пожилая женщина вышла на улицу с красным флагом и смело противостояла националистам. Пока русская пропаганда лепит из бабушки очередной миф, на самом деле она находится в одной из больниц Харькова и благодарит украинских военных, которые спасли ей жизнь после того, как российский снаряд попал в ее дом. Женщину зовут Анна Ивановна, и она объясняет, что вышла с красным флагом, как она думала, российским военным, чтобы они не громили Украину. Но в России ее мотивы извратили, из-за чего она теперь чувствует себя изменницей. Памятник женщине, наскорослепленной в России, выглядит так же, как и вся эта военная затея Кремля. Да, и фактически, и эстетически это провальный и унылый трэш. На что рассчитывают в Кремле, устраивая весь этот показной нацистско-фашистский шабаш. Теперь все чаще из России звучит сентенция о том, что это не только Украина, а и вообще весь западный мир является неонацистским и русофобским. А Россия ведет почти священную войну за традиционные ценности. Внутри РФ граждан всеми силами заставляют в это поверить. И, надо сказать, отчасти успешно. Десятилетия промывки мозгов сделали свое дело. Однако, хотелось бы спросить россиян. Вы правда думаете, что весь мир идиоты, а вы такие молодцы, оплод и надежда человечества? Что правда, да? Напомню любимый вами период Второй мировой. Ленд-лиз и помощь союзников. Советский Союз был поддержан странами всего цивилизованного мира. Враг тогда был один – Гитлер и нацистская Германия. Сегодня весь мир поддерживает Украину. Ленд-лиз сегодня работает для Украины. Выводы сами сделаете или вам нужно разживать? Я, конечно, понимаю, что обращаться к россиянам сейчас – это как в 1939 году обращаться к немцам в надежде разжалобить их и вызвать человеческие чувства. Почти бесполезное занятие. Но если хоть пара человек в РФ почешет репу, то труд этот уже будет не напрасен. Плюс есть страны бывшего СССР, где часть людей все еще понимает русский язык. Это видео обращено и к ним. Думайте и делайте выводы. Например, братья-казахи. Это какой-то день сурка. Кажется, что в России зимой и летом, осенью и весной одна и та же дата на календаре – 9 мая. Известно ли вам, кстати, что в СССР парады победы проводились всего лишь 4 раза? А в РФ с 1996-го – каждый год. Может быть, остановитесь уже, а? Победители недоделанные. Когда же в России уже наступит 10-е? 10 мая. Когда? Что, когда Бабченко на Абрамсе прокатится по Красной площади? Заметьте, россияне, вы сами до этого доводите. Фашистская гидра должна быть уничтожена в самом логове. Карфаген должен быть разрушен. Знаете почему? Ландау говорил – без фашизма нет войны. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Поддерживайте нас на Патреон, это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можете воспользоваться новой функцией Ютуба – спонсорство. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры создавал DimaTorzok